друзья всем привет вчера было видео о лучших колодах с хижиной варваров мы ее пощупали мы пошу пали эту карту и пришли к выводу что она стала гораздо лучше но при этом не стала им балансной то есть вполне себе хорошая защитное здание теперь за 6 единиц эликсира сегодня мы также проверим лучшие колоды с бандой гоблинов и вообще в целом эту карту причем колод будет 7 штук видос получится достаточно продолжительным и по этой причине к сожалению друзья в это видео челленджи не попадут чтобы еще его не увеличивать и так для начала классический лог бэйт что может быть прекрасней стабильная сильная колода которая с улучшением банды гоблинов стала еще сильнее если раньше в предыдущих сезонах потихоньку банда гоблинов из лог бэйтов начала уходить то есть были сборки шустрым шахтером с пушкой например где вместо банды гоблинов уже использовались скелетики вместо адской башни пушка вместо этого рыцаря шустрый шахтер то теперь вот мы видим что потихонечку классика возвращается во всяком случае банда гоблинов теперь блок бейтах предпочтительнее чем скелетики а это еще гоблинов не улучшили все-таки этого улучшения я жду я думаю что улучшение гоблинов до четырех штучек будет не таким им балансным как улучшение банды гоблинов хотя и то и другое конечно может сломать игру но банда гоблинов уже сейчас как бы ворвалась и достаточно серьезно все изменило а вот гоблины все-таки я думаю не так жестко будет так отдал он стрелы давать закинем гоблинскую бочку армия скелетов у него имеется ладно бревно здесь отдадим армия скелетов стрелы интересно интересно давайте банда гоблинов еще ему напряг принц пойдет я думаю что ледяным духом тормознем принца и дальше уже наш рыцарь будет красавчиком в этой ситуации принцессу с моста пока рыцарь жив может быть что-то успею надамажить хорошо по принцессу здесь можно спасти не сможем а вот адскую башню спасать надо молодец стать хорошие миньоны от него были на предик но он понял про чего играет вообще несложно догадаться потому что классический лог бэйт одна из самых известных колод то есть определить про что ты играешь когда гоблинская бочка банда гоблинов рыцаря несложно несложно давайте заставим его отдать гоблинскую стрелы стрелы отданы ну и собственно расставляемся с рыцарем опять с ледяным духом справляемся с принцем принцессу с моста ставить не хочется на этот раз поставлю ее на правую сторону вот так вот адскую башню сразу выставлю и гоблинскую бочку сразу закину пусть снова отдает не на это я рассчитывал прямо скажем о ее от рыцаря здесь зря выставил очень большая такая неприятная ошибка могло получиться все хорошо прям получится в принципе в целом тоже хорошо потому что он сейчас рыцарем вот это не задает плюс он стрелы отдал почему я всегда забываю про армию скелетов его вот какой раз скидываю гоблинскую бочку думаю чем ты будешь да под самым бах и спокойно дпс этой самой армии скелетов неприятненько неприятненько давайте адскую башню снова ставим я буду рыцарем ее наверно да короче плохо я здесь сыграл мог быть не моя колода явно с вам с вам скажу друзья мои папа еще и пар воздушный хотя чего переживая в принципе я играю блин классическим лог бэйтом просто исполняя колоду она все за тебя сделает да вот я тоже так считаю гоблинская бочка и бревно я здесь адам да потому что наконец-то я вспомнил что он будет именно так депаться не друг из димой я здесь не буду выставлять адскую башню я уже знаю твои фишечки вот эти вот стрелы он отдал кстати это значит что мы ставим рыцаря мы разгоняем его с гоблинской бандой и вот сюда гоблинскую бочку снова закидываем с бревнишком принцессу надо было левее ставить ну норм у нас здесь есть им балансная банда гоблинов поэтому мы задаваемся я думаю еще принцессу вот так с моста и еще и бревно ну и все так теперь по так надо ракет скидывать и банды гоблинов до дефоваться вот банда гоблинов стала и по земле жесткая и по воздуху и вообще как бы картишка теперь хоть куда ракет все равно надо кидать так на ближнюю вы на ближнюю грань снова и бревно и от победа должна быть до классический лог бэйт даже я человек который от него невероятно далек сыграл им и получилось и мне понравилось на самом деле было не так плохо как я ожидал понятно что у соперника странная какая-то колода и у меня была очень удобная колода для противостояния ему но тем не менее этот лог бэйт этот лог бэйт мы будем видеть все чаще и чаще и чаще может быть чаще его мы будем видеть только следующий блок бэйт давайте к нему и перейдем и это вот такой лог бэйт с принцом более агрессивный да в защите он чуть послабее но тем не менее в атаке он смотрится предпочтительнее чем например предыдущий классический лог бэйт здесь я думаю что вот эта колода будет использоваться в новом сезоне чаще чаще в том числе чем лог бэйт с темным принцем с повозкой с пушкой и бандиткой просто потому что в нем есть банда гоблинов а банда гоблинов в этом сезоне карта сильная карта очень хорошая так сразу же дровосек на поле боя далее давайте заставим его отдать варварскую бочку если он с ней играет он с торнадо еще играет это было да это же это это же скорее всего теперь интересно с электро драконом этот шар с дровосеком заморозкой или без электро дракона очень надеюсь что без или а это вообще что-то другое тогда принцесса в прикрытие хорошо принц здесь раз меняется с помощью принцессы принц может режешься еще ай-яй-яй ну хотя тоже неплохо так то бревно здесь адам и больше пожалуй ничего не надо так здесь ракета я даже не буду выставлять разбойников просто сразу ракету отдам у меня сразу цикл настроился на этот лад и я буду вот всегда так делать скорее всего я просто не знаю вдруг у него есть какие стрелы и ставить разбойников это уже будет опасно то есть я не понимаю пока что у него за колода поэтому максимально безопасный вариант защиты хотя можно было бы разбойников потом если что гоблина с дротиками доставить был еще такой вариант у него разряд торнадо тоже странная колода очень там летучие мышки у него еще есть поэтому давайте сразу же принцесску пока они еще с летучие мышки моему валькирия сейчас нет вот они летучие мышки все таки как и думал и дровосек до последний момент вот так вот выставлю разбойников ай валькирия же там что же я сделал то а нет у него сейчас цикле и нет да тогда хорошему хорошему даже сама себя такого не ожидал бревном добиваем этого самого палача и еще одна гоблинская бочка полетела его терроризировать с опоздала и валькирия кстати принц для сейчас будет ракет будет от него шар если шар будет то я в кину я в кину и сразу же принцессу все минус шар плохая защита палачом гоблинскую бочку снова прикрываем прикрываем принцессу мы все нам осталось закинуть одну ракету по идее мы выиграем но для начала я ракету закину все-таки в шар не хочу вообще рисковать ни капельки поэтому просто доводим дело до победы таким образом принцессу на одну сторону поставим здесь принца давайте разбойников а ну вот у него молния вот он показал финальную картишку давайте бана гоблинская бочка но здесь уже гоблинам буду дефаться с дрочками уже позволяет ситуация да уже понятно что у него нет чем убивать гоблина с дрочками дистанционно вот я ждал последнюю карту чтобы он показал если бы это были бы какие-то стрелы то я мог бы потерять в принципе вышку на один заход этого я и боялся но видите это оказалось молнии достаточно странная у него дека в итоге 6673 в рекорде тем не менее ладно следующая колода вот такая интересная дека с корги гом здесь у нас имеется ведьмина бабка которая также я думаю в этом сезоне будет часто играться потому что все потому же и король скелетов в этой колоде в роли чемпиона рыбак защита по земле ну и противовоздушная защита в этой колоде мне кажется достаточно слабо и вот эта банда гоблинов она как раз таки является таким связующим звеном для ведьминой бабушки и мини генераторов то есть она вернее связующим звеном для между наземной защиты и воздушной то есть ведьмина бабушка плюс мини генераторы достаточно слабо а вот добавляю сюда банду гоблинов и казалось бы уже вроде как и все в порядке с учетом того что есть фаербол можно будет обыгрывать и воздушные колоды давайте посмотрим на практике потому что все это конечно теория но играть нам придется на поле боя и все определять на поле боя против чего играем сразу желательно понять скины у него симпатичные облачные я скину бревно надеюсь это не логбейт против меня но если что то тогда а это может быть и кладба ну давайте пока стоит надгробие на поле боя будем сытить душами насыщать вернее нашего короля скелетов это кладба все таки ну что банду гоблинов вот так хотя можно было и наверное повыше поставить здесь обилку я прожму не хочу друзья использовать ведьмину бабку сейчас потому что она мне нужна вот для чего вот чего я собственно ждал абсолютно откровенно говорю потому что читалось читалось что это кладбище и идем в скорги гон бревно на надгробие сохраняем если что если вдруг вот она бревно и пригодилась собственно и минус вышка по моему сразу за один заход вот так вот ну нет не до конца но тем не менее удачное действие правильно отложил ведьмину бабушку поэтому ни о чем не жалею варварскую бочку он кстати отдал но давайте не будем торопиться давайте из глубины королева скелетов выставлю он скорее всего отвечу на это да гиг скелетом ну и хотелось бы на своей половине подраться если честно поэтому рыбак на своей половине подраться не получается да у нас в итоге ну что фейбол придется закидывать иначе я этот размен проиграю так варварской бочки боюсь поэтому вот так отыгрываю не зря так отыгрывал если честно ну что кургик по другой стороне или по этой же по этой стороне это хорошо бы было ладно пошел по этой по другой вернее мини генераторы обилка обязательно уловая такую надо использовать здесь бревнишка и выстрел корги га один ну хотя бы один пойдет здесь у нас рыбак ведьмина бабка заранее король скелетов и банда гоблинов вот сюда ведьмина бабка кстати заранее была плохой плохой идеей а теперь погнали в атаку бревнишка нужно бревнишка пошло и фаербол нужен здесь победа нет еще нет уже до хорошая игра колода мне очень понравилось но на самом деле здесь за решала то что я понял против чего играю вовремя и за решал то что у меня была ведьмина бабка как же хороша эта женщина преклонных лет против мелочевки далее очень сильная атакующая по земле колода с двумя принцами гоблином гигантом и мелочевкой у этой колоды есть и минусы не в частности нечем отвечать на гоблинскую бочку плюс противовоздушная защита не лучшая не самая такая сочная не самая живучая разряд или стрелы или снежок все это убивает и поэтому могут быть проблемы против колод с шариком слова лавашом с стрелами с разрядом давайте посмотрим кого нам подберут плюс против быстрых защитных колод типа хога 2 и 6 типа королевских кабанов сейчас играются они так он сразу вот так вот выставляется я пойду в атаку по другой стороне раз он а вот и лаваш друзья вот и лаваш ну я плохо здесь начал очень плохо не впервой как говорится у него сейчас преимущество по эликсиру просто невероятное где-то плюс 5 единиц он вот сейчас будет ставить да ладно хорошо хоть так такой я еще может быть может быть смогу за дефать да хорошо пусть единицами эликсира под дефа 8 и благодаря этому немного выровнял ситуацию но теперь мы знаем про чего играем лучше конечно так сразу не кидать гоблина гиганта с моста не разведок ничего так ну что гоблин гигант будет принимать на себя первую волну наверное да давайте его из глубины вот так я поставлю него сейчас шарика нет это хоро хорошо это большой плюс копейщиков сюда добавлю потихонечку убивать все это дело здесь я разряд скинул и подожду сейчас его все вот эти карты выживаю которые подойдут они да они же подойдут разряд читался но темный принц врезался и это хорошо мне проблема заключается в том что мне нужен фаербол для преодоления его так ничего себе ты конечно агрессивный товарищ сейчас будет разряд нет разряда пока не будет но я тогда дам разряд в его пламенного это кстати ошибка от него а теперь как ты будешь дефицит по левой стороне и варвара водал два принца у тебя здесь наседают так надо срочно сносить вышку хорошо смесли вышку так шар будет из середины банду гоблинов для начала вот так из глубины нет шарика не будет будет а гончия сразу же здесь летучие мышки расставляемся мне под одно заклинание не под разряд него есть это это заклинание мы это знаем гоблина гигбэганта из глубины темного принца для преодоления его этих самых варваров я думаю что здесь ничего не буду выставлять я хочу убить да вот он стрела отдал я хочу убить его варваров поэтому фаербол и вот сюда отдам блин как он не выставил варваров он решил просто проиграть и испортил мне такой предикт ну ладно пойдет пойдет далее легендарная колода с мегарыцарем мелочевкой с бочкой со скелетами шахтером классная дека всегда мне нравилось но и сейчас она стала еще сильнее и очень популярна сейчас есть нее минус то что нет здания то есть могут быть проблемы в этом направлении также нет ответа на гоблинскую бочку но нет тяжелого заклинания тем не менее это все не мешает этой колоде очень неплохо себя проявлять уже на протяжении огромного количества времени давайте копейщиков с моста скину заставим его что-то выставить может быть поймем что за колода против нас так ледяной дух лог бэйт арбалет да все таки лог бэйт сразу мегарыцарем буду дефаться посмотрим что у него за башня защитная я так предполагаю что это адская о даже так даже так но это вообще что-то что-то с чего я вообще не ожидал друзья какой-то лог бэйт с королевой лучниц очень интересно конечно давайте копейщиков сюда и пойдем про атакуем бочкой со скелетами ну мы знаем что у него есть адская этот пламенный дракон поэтому разряд мне надо будет желательно на него сохранять бревно так давайте задаваемся бандой и шахтера закинем туда в атаку здесь разряд отдам несмотря на то что я хотел его сохранять но здесь прям просился хорошо копейщики еще вот-вот-вот один казалось бы копейщик но они просто взяли унизили королеву лучность только что продолжаем давление копейщики с моста плохой ледяной дух бочка со скелетами в атаку сейчас пойдет бревно нет не бревном будем будем отсадиться на баране дефаться но бревно то тоже пошло до в итоге это кстати нам открывает возможность сделать вот так друзья и на разряд у нас тоже хватит да не но это имба банда гоблинов друзья это имба ну посмотрите я просто ставлю это это блин это как это 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 получаются гоблины то есть если мы берем что этот самый копейщики стоит 2 единицы гоблины копейщики а банда гоблинов это гоблины копейщики до плюс 3 гоблина получается гоблины за три единицы за одну единицу эликсира 3 гоблина 3 крутых блин гоблина который по сути стоит 2 понятно вы скажете и будете правы что это комбинационная скомбинированная карта типа но это слишком жестко же так мега рыцаря копим он сейчас будет плохо кстати сыграл здесь я я жду все еще жду да я ждал и дождался наконец-то в санечу на баране короче это жесть ну вот просто ставишь банду гоблинов и она и воздух сносит и землю сносит и все сносит и крышу мне сносит от того какая она сильная ладно давайте следующую колоду и это у нас мартира мартира опять же сборка с разбойниками и попробуем ей поиграть хорошая защитная колода за счет мартиры можно это во первых дополнительный вин кондишен возможный которым можно осаждать соперника во вторых это еще и хорошая очень хорошая защитная карта защитное здание эти летучих мышек накинем справа потому что блин чет резко то он начал как-то блин придется банду доставлять чтобы мы урона много не получать бревно отдал шахтер копейщики можно попробовать но сейчас прям сразу то не хочется наверно хотя почему нету но только что про атаковал у него а это не колода ли нет это не колода я думал с ведьминой бабкой вот это которая сейчас часто играется давайте я попробую вот так вот сделать чтобы мои летучие мышки просто так не умерли он конечно с банду наверное выставит не у него тоже смотрите если тучи мышки битва мышек мышки обнулились мышки полностью обнулились ну что я сейчас под израсходовал свой запас ресурсов поэтому мне надо готовиться к защите я для начала поставлю мортиру закину туда сразу фэрбол и буду дефаться дальше банды гоблинов с копейщиками максимально широко расставленными до бревно он отдал и все и у меня теперь проблема копейщики конечно д д к вы реали но какой ценой он отдал бревно еще раз я это для себя напоминаю так и у него по-моему вот так давайте сделаем и снова он отдал бревно но я пойду в атаку с шахтером с этими самыми товарищами и марки маркиру поставлю теперь вот так по агрессивнее хотя какая разница она все равно зафокусилась на корге геда это было глупо папа сколько копейщиков сложил собралось то и все кидают все кидают так здесь подождем лучше летучие мышки по мы были плохие мартира и пошире пошире расставляем с копейщиками бревно он отдал это снова возможность проатаковать вот таким образом шахтер банда гоблинов я буду здесь пробовать и фэрбол закинул плохой фэрбол друзья отвратительный фэрбол ну зачем я его закидывал а я я я я и игнорирую полностью урон по правой стороне очевидно что это единственный выход в данной ситуации шахтер плюс копейщики бревно отдал хорошо пойдет здесь значит разбойники в безопасности фаер сразу закину чтобы нейтрализовать плюс корги га добить все получилось отлично замечательно мартира здесь банду гоблинов готовим против дровосека или чё там у него а он сдался войска к ошибок от неопытности не умею мортиры вообще играть друзья но тем не менее обыграли чувакам напоследок вот такая колода с гигантским скелетом ничего нам вам не напоминает во времена когда зеркало было плюс два уровня совсем недавно игралась такая колода но вместо банды было зеркало вместо магического лучника мини генератора сейчас же вот такая сборка очень хорошо себя проявляет давайте посмотрим что она из себя представляет в бою игрок с ником кайл против нас расплечу банду по двум сторонам таким образом обезопасу себя бревно он скидывает налево ну пойдем кабанами по двум сторонам опять же учетом гоблинов которые все еще живы как у него есть скелетики не есть брюна ну понятно это колода с шахтером быстрая судя по всему здесь призраком будем дефаться так а что он будет выставлять окно давайте магического лучника пусть он отдаст яд или что там у него у него в колоде есть адская башня я это знаю я это чувствую так гигантского скелета против темного принца выставлю пока он подойдет гигантский скелет выйдет из-за вышки так полагаю бревно не очень хорошая здесь я сейчас пойду в атаку в атаку по двум сторонам вот такую таким образом так мне нужно ведьмина бабка срочно я ждал там будет иначе дефаться к сожалению это фиаско ну наконец-то рыбак понял в какую сторону закидывать свой крюк свою удочку не знаю сейчас нечем шахтеру ловить посток я рыбака выставил хотя можно гигантского скелета в принципе поставить у него очень защитная колода чисто на деф она рассчитана давайте а призрака направо налево а направо буду гиг скелета против его шахтера нет уже не отдал он ракету я поставлю здесь гиг скелета из глубины вот так перед магическим лучником и снова пойду атаковать по двум сторонам таки скелет все еще жив недолго он был жив к сожалению так давайте ловить шахтера его так кабаны на левую на правую сторону магический лучник ждем его этого самого бревна так ведьмина бабка но такое себе от ведьминой бабки я конечно ожидал большего ни разу не удалось ее нормально реализовать пока но смотрите по левой стороне то сколько урон на ней нанес я не обратил сначала внимание на это снова банду в сплит а он сдался все он сдался он все понял и сдался ну что ж такие колоды друзья такая банда гоблинов напишите свое мнение в комментариях об этой карте как вы думаете имба или не имба ну и что вы думаете по поводу этих колу что же друзья на этом все спасибо за просмотр до новых встреч всем пока